Три свадьбы сыграли в ее жизни огромную роль. Первая, а точнее свадебный обряд, инсценированный колхозниками села Помоздино по пьесе Вениамина Тимофеевича Чистолева, коми-свадьба, свела ее с театром и тем самым определила судьбу. Жюри областной олимпиады в Сыктывкаре высоко оценила сценку «Свадьба». Исполнительницу главной роли, будущую народную артистку РСФСР, пригласили на работу в национальную труппу коми-драмтеатра. Так она в 20 лет неожиданно стала актрисой. Народная артистка РСФСР. Народная артистка Коми-АССР. Лауреат Государственной премии Коми-АССР Трошева Юлия Ивановна родилась в селе Помоздино, усть Куломского района, 7 декабря 1916 года. Первой ответственной работой в театре драмы стала «Женитьба» Гоголя. Она играла Дуняшу. «Конечно, на первых порах не хватало техники, умения», – вспоминала Юлия Ивановна. «Меня хвалили, но я не обольщалась, отлично понимая, как долог путь к мастерству, к большому искусству, сколько нужно учиться, сколько нужно знать для того, чтобы стать настоящей актрисой. Я решила при первой же возможности поступить в театральную студию». Летом 40-го года попытка поступить в Коми-студию при ГИТИС провалилась. Но осенью со студентами она возвращается и упорно ходит на занятия, и, наконец, ее зачисляют. Но война прервала занятия. Студенты попали на трудовой фронт в Смоленскую область. А уже позже их эвакуировали в Сыктывгар. Свою жизнь она навсегда связала с Коми-драм-театром. Яркая, характерная актриса. Первый период своей творческой деятельности играла трагедийные роли. Потом были спектакли по пьесам Горького, Островского, национальных драматургов. Ее тянуло к ролям драматическим, с которыми она справлялась просто замечательно. В 1946 году, в 30 лет, она стала депутатом Верховного Совета Коми-СССР и получила звание «Заслуженной артистки республики». Трошева Юлия Ивановна ушла из жизни до 12 февраля 1988 года. Особенно ее ролью была роль Ольги и свадьбы с преданным. Это была третья свадьба, которая когда-то принесла актрисе всенародную любовь и славу.